Сегодня Алтай простился с летчиками, которые погибли во время плановых учений на Дальнем Востоке. Трагедия развернулась в Татарском проливе. Су-34 под управлением Алексея Овсянникова и Алексея Пайдыганова столкнулся с другим самолетом. Оба истребителя упали в Японское море. Барнаульский экипаж погиб. Тела были доставлены в Кривую столицу накануне вечером. Очередь из желающих проводить в последний путь летчиков выстроилась еще задолго до открытия зала. Люди несли цветы, венки не могли сдержать слез. Алексей Овсянников – уроженец Барнаула, выпускник Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Затем поступил в Краснодарское авиационное училище. У него осталась жена и двое детей. Коллеги и товарищи говорят о нем как об ответственном человеке, который буквально бредил небом. Чувствовал хорошо, очень мечтал стать летчиком. Это была такая мега мечта. Только что с учителями общались, вспоминали его, сказали, что один из лучших учеников был. Второй пилот Алексей Пайдыганов родился в Йошкар-Оле, но в последнее время семья жила в Барнауле. Похоронили летчиков на Булыгинском кладбище. Напомним, бомбардировщики столкнулись над Японским морем во время выполнения маневров. Пилотам удалось катапультироваться, двоим удалось выжить. Их спасли в ходе поисковой операции. Спасибо.